Молитвами Святых Отец наших Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек Адам стал Душею Живущую, а последний Адам есть Дух Животворящий. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Луки Святое Благовествование В субботу, первые по втором дне Пасхи, случилось ему проходить за сеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им, «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним, как он вошел в дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел и дал бывшим с ним?» И сказал им, «Сын человеческий есть Господин и субботы». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали, и, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стал рука его здорова, как другая. Иисус, «Быж же в субботу, второпервую, идти ему сквозь сеяния, и восторгах ученицы его классы и едяху, стирающих руками. «Нец и их же отворисей, реши им, что творите, его же не достоит творите в субботы». И отвечав Иисус рече к ним, «Нили сего чли есть те, ежесотвори Давид, егда взалкася сам, и их же с ним сущие. Каковни дев дом Божий, и хлебопредложение всем, и еде, и даде, и сущим с ним, их же не достоиши ясти, ток мы единим и ереем». И глагулыши им, «Яко Господь есть сын человеческий и субботе». «Быж же и в другую субботу, вните ему в сонмище и учите, и бе таму человек, и рука ему десная бе суха». На зирах уже книжница и фарисеи, аж и в субботу исцелит, да обрящут речь нань. «Он же ведеша помышления их, и рече человеку имущему суху руку, восстани и стани посреди, он же восстав-встав, рече же Иисус к ним, «Вопрошу вы, что достоит субботы, добро творите или зло творите, душу спасти или погубите?» Они же умолчаша, и, возрев на вся их рече ему, «Простри руку твою, он же сотвори тако, и утвердисья рука его здраво, яко другая». Блаженный феофилакт, архиепископ болгарский, Благовестник Толкование на Евангелие от Луки Глава шестая, стихи первой, пятой В субботу, первую по второму дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колоссия и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им, «Зачем вы делаете то, чего не должны делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взолкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?» И сказал им, «Сын человеческий, есть господин и субботы». Иудеи всякий праздник называли субботой, ибо суббота значит покой. Часто праздник встречался в пятницу, и эту пятницу ради праздника называли субботой. Потом, собственно, субботу называли второпервой, как вторую после предшествовавшего иного праздника и субботы. Подобное случилось и тогда, и суббота сия названа второпервой. Фарисеям, обвиняющим учеников за то, что они в субботу ели срывая, то есть сощипывая колосья и кроша, то есть растирая руками, Господь указывает на Давида, взолкавшего и евшего хлеба предложение. Ибо он, бегая от Саула, прибыл к первосвященнику Авиафару и обманул его, сказав, что царь послал его на одно нужное дело, и в волчбе взял от священника хлебопредложения, которых каждый день предлагалось на священной трапезе по двенадцати, по шести справой и по шести с левой руки. Получил он также и меч Голиафа. Господь, напоминая им эту историю, поступком Давидовым, пристыжает их. Если вы, говорит, Давида почитайте, то как же осуждаете моих учеников? И иначе. Сын человеческий, то есть я, господин субботы, и как создатель и творец, и владыка, и законоположник, имею власть разрушить субботу. Сыном человеческим мог быть назван не иной кто, как Христос, который, будучи Сыном Божиим ради человеков, причудно соизволил быть и именоваться Сыном Человеческим. Ибо нет ничего нового в том, что меня и тебя называют Сыном Человеческим. А то замечательно, что Он, причудного человечевшийся, называется Сыном Человеческим. Стихи 6-й, 11-й. Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него. Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на Средину». И Он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, «Спрошу я вас, что должны делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. Что мы сказали в объяснении на Евангелии от Матфея, то известно. А теперь скажем, что сухую имеет руку тот, кто не совершает никаких дел благочестия, ибо рука есть орудие деятельности, а у кого она иссохла, тот без сомнений празден. Итак, кто желает вылечить свою руку, уврачует ее в субботу. Поясним. Не может тот совершать дела благочестия, кто прежде не успокоится от злобы. Уклонись прежде от зла, и тогда сотвори благое. Псалом 36, стих 27. Итак, когда будешь субботствовать, то есть покоиться от злых дел, тогда прострешь руку твою на дела благочестия, и она у тебя восстановится. Прилично сказать, стала рука его здорова, ибо было время, когда человеческая природа имела деятельность добрую, и руку, то есть деятельную силу, здоровую, потом утратила ее, и по благодати Христовой снова приобрела ее. и возвратилась к прежнему добру. Господь наш сладчайший Иисус, зная, что если человек не стяжет без попечения относительно всего, то ум его не может взойти на крест, заповедал, оставить все, с чем свыкновение и встреча не сводит ум со креста. Почему, когда некто подошел к нему и сказал, «Иду по тебе, Господи, но прежде позволь мне сходить распорядиться тем, я же суть в дому моем», возлюбленный наш Иисус, зная, что если он увидит, то опять склонится сердце его к тому, и разные там случайности, как бы по праву удержит его, возбранил ему сходить, сказав, «Никто же возложу руку свою на рало, и зря вспять управлен есть в Царстве Небесное». После же притчи о браке сына царева, в коей сказывал он, как царь сотворил вечерю для сына своего и послал рабов своих звать званых, а те, по любви, кое имел каждый к миру, не могли прийти, сказал он с печалью, «Аще кто грядет ко мне и не возненавидит отца своего и матерь, и жену, и чад, и братью, и сестр, еще же и душу свою не может мой быть ученик». Сие говорит он, научая нас, что желающий войти в Царствие Его, если прежде не положит в себе ненавидеть все влекущее сердце к миру, не может войти в Царствие, которого возжелал. А внушая нам не полагаться на одну веру без действования по ней, Господь сказал, что царь вошедший видит его злежащих, видит у человека не обличенного одеяния брачные и повелел бросить его во тьму кромешную. Входят по имени христианскому, а извергаются вон по неимению дел христианских. Так и апостол, зная, что никто не может любить вместе и то, что Божие есть, и то, что от мира сего есть, писал к Тимофею чаду своему, говоря, «Никто же воин, бывая, вбезуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет. Аще же и постраждет кто, не венчается, аще незаконно мучен будет. Водушевляя же его надеяться, что не погибнут труды его, говорил он ему, «Труждающему соделателю прежде подобает от плода вкусите». А, пиша к другим неким, говорил он, «Не уженивайся печется о Господних, како угодите Господеве, а уженивайся печется о мирских, како угодите жене». Таковой пекущийся услышит страшный глаз, глаголящий, «Верзите его во тьму кромешную, ту будет плач и скрежет зубом». Употребим же, братья, силу нашу на то, чтобы облещись во одежду добродетелей, дабы не быть изверженными вон, ибо никакого лицеприятия не будет в день тот. Почему апостол сказал чадам своим, «Як у таковая творящая, царствие Божие наследить и не могут». Зная же, что сподобившийся возбудиться от мертвых страстей уже не имеют соперника, он показал им плод Духа, который есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, терпение. На таковых, говорит, несть закона. А возлюбленный наш Господь Иисус, показывая нам, что в тот день имеет обнаружиться плод делания нашего, сказал, «Мнозив заищут в нити и не возмогут». Ибо домовладыка после того, как восстанет и затворит дверь, скажет стучащимся, «Не вем вас». Уже ли можем мы сказать о Боге, что Он не знает чего-либо? Никак. Но как эти стучащиеся и говорящие «Господи, Господи, отверзи нам», не знали добродетелей, то и Он говорит им, «Не вем вас». И еще показал Он нам об участи имеющих веру, дел же не имеющих, говоря, «Ас есть млоза, выжжа рожде, и же будет во мне, и ас в нем, той сотворит плод мног. Аще кто во мне не прибудет, извержится вон, яко разга, и сышет, и собирают ю, его огонь влагают, и сгорает». Ветви же, приносящие добрый плод, очищает Отец, да множайший плод сотворят. Опять, показывая нам, что не любит действующих по своим пожеланиям плотским, говорил Он в молитве «Не о всем мире молю, но о тех иже дал еси мне, яко твои суть. И я взял их из мира, ибо мир свое любит». Наконец говорит Отче, соблюди их от неприязни, яко от мира не суть. Исследуем же себя, братья, от мира ли мы или нет. Если не от мира, то он хранит нас от зла, ибо так сказал, «Не о сих же молю токма, но и о верующих словесеях ради вмя, да все едино будут, яко же и мы едино и смы». И опять, «Да еде же есть маз, идти и будут со мною». Смотри же теперь, какую любовью возлюбил он нас, когда люди, подвязавшиеся в мире сем и ненавидевшие пожелания свои плотские, царствовать будут с ним в бесконечные веки. Иоанн, апостол, созерцая великую онную славу, сказал «Вемы, яко егда явиться, подобней ему будем, если соблюдем заповеди его и угодные пред ним сотворим». И опять он же говорит, «Не чудитеся, возлюбленные, аще ненавидит вас мир. Мы вемы, яко приидохом от смерти в живот, яко любим братью». И еще, «Всяк не творяй правды, несть от Бога, и не любяй брата своего». И еще, «Творяй правду, от Бога родися, а творяй грех, от дьявола есть». И опять, «Рожденный от Бога, греха не творит, яко семя его в нем пребывает, и не может согрешать, яко от Бога рожденный есть». Сотворим же по силе нашей братья, имея утешение в таких свидетельствах. Может быть, смилуется над нами благость Господа нашего, и Он пошлет нам силу сбросить с себя тяготу нечистого мира сего. Ибо враг наш не дремлет, но повсечасно охотится за нами, желая похитить души наши. Господь же наш Иисус с нами есть, и возбраняет ему силою святых словес своих, если мы будем соблюдать их. Ибо кто воспрепятствует врагу или кто силен против него, если не словеса, которые сказал против него Бог? Они противостоят ему и сокрушают его силою своей, когда человек и не знает о том. Апостол Петр, научая нас и показывая нам, что дела спасают человека, говорил, «Подадите в вере вашей добродетель, в добродетель же разум, в разуме же воздержание, в воздержание же терпение, в терпение же благочестие, во благочестие же братолюбие, в братолюбие же любовь. Сия бы сущая у вас и множащаяся, ни праздных, ни же бесплодных сотворят вы в Господа нашего Иисуса Христа по знанию. Ему же бы несть сих, слеп есть, мжай, забвение прием очищения древних своих грехов». Опять Иоанн Креститель говорит, «Сотворите оба плоды достойны покаяния. Уже бо и секира при корене древа лежит, всяку оба древа, не творящая плода добра, посекается, его огонь вметается». И Господь наш, Иисус, говорит, «От плода древо познано будет». Еда объемлет от терния грозды или от репия смоквы. И опять «Не всяк глаголейми, Господи, Господи, внидет во Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, и же есть на небесех». Опять Иаков говорит, «Вера без дел мертва есть». И беси верует и трепещет, як уже бот телу без духа мертво есть, такой вера без дел мертва есть. Также Павел Апостол, утверждая чад своих в том, что вера имеет нужду в делах, строго заповедовал им, говоря, «Блуд же и всяка нечистота ниже доименуется в вас, як уже подобает святым, но паче благодарение». Сие бодовести, як о всяк блудник или нечист, или лихоимец, и же есть идолослужитель, не имать достояния в Царствии Христа и Бога. И опять, еще более подтверждая сие слово, говорил им, «Никто же вас дольстит суетными словесы, сих бор ради грядет гнев Божий на сыны непокоривая. Не бывайте уба сопричастницы сим, бести бы иногда тма, ныне же свет, о Господи. Яко же чадо света ходите, плод бы духовный есть во всякой благостыне и правде и истине. И опять всяка горесть и гнев и ярость и клич и хула довозьмется от вас со всякой злобой. Подражатели мне бывайте, говорил он еще, як уже ас Христу. «Елиться бы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Исследуем же себя, братья, облеклись ли мы во Христа или нет. Познается же Христос по чистоте, ибо Он чист и в чистых обитает. А чистыми как делаются? Не иначе, как перестав делать зло, которое делали. Ибо такова благость Божия, что в какой час обратится человек от грехов своих, он приемлет его с радостью, не считая прежних грехов его, как написано в Евангелии о младшем сыне, который, расточив блудно свою часть, напоследок пас свиней и желал насытиться пищей свинской, наконец же, раскаившись в том, что надел, уразумел, что нет сытости в грехах. Но чем больше кто делает их, тем более разжигается на них. Итак, когда покаяние коснулось сердца его, буквально постучалось к нему, он не отлагал, но тотчас возвратился к отцу своему со смирением, оставив все пожелания свои плотские, ибо веровал он отцу своему, что он милосерд и не вименит ему содеянного. Почему и отец его тотчас велел дать ему одежду чистоты и залог сыноположения перстень. «Сие говорил Господь наш Иисус Христос, желая внушить, что если обратимся к Нему, то долженствуем прежде оставить пищу свиней, и тогда Он примет нас, ставших чистыми». Сказал он сие для того, чтобы не унывала душа, говоря, когда же Бог услышит меня, ибо Он знает время, когда достоин бывает просящее услышание, и тогда Он услышит его скоро. Обратимся же к Нему всем сердцем и не будем умоляя Его стужать и си, и Он вскоре услышит нас, ибо Сам сказал «Просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам». Итак, братья, если будем просить или искать или толкать, то получим, что ищем или что просим у Него, так пришедший к другу своему в полночь понуждал его, говоря «Дашь ми взаим три хлеба, понежит друг, прийди с пути ко мне». И как не переставал стучать, то тот дал ему, что он просил у Него. Отбросим же, братья, от себя ленность и уготовим себя к такому без студию, и Бог, видя терпение наше, подаст нам, просимое нами. Ибо Он милостив и желает обращения к Нему человека, истину говорю вам, радость бывает на небеси о едином грешнице кающемся. Итак, братья, имея такую милость его и такое богатство щедрот его, поболезным пред ним всем сердцем, пока еще находимся в теле всем, ибо скоротечно время жизни нашей. Если поподвизаемся, то наследуем радость вечную и низ глаголами. А если возвратимся вспять, то будем подобны юноше, вопрошавшему Господа Иисуса, как спастись. Он ответил ему, вся елика имоши продашь и раздай нищим, и, взяв крест свой, гряди во след мне, показывая нам, что отсекать свою волю есть спасаться. Но тот, услышав сия, опечалился очень и пошел прочь, ибо знал, что раздать свое бедным не так трудно, как нести крест. Раздаяние своего бедным есть одна добродетель, и человек совершает ее для того, чтобы удобнее нести крест, а крест есть истребление всякого греха, и рождает любовь. Без любви нет и креста. Почему апостол, зная, что есть и мнимые добродетели, в которых нет любви, несовершенства добродетелей, сказал, аще языки человеческими глаголю и ангельскими, любве жени имам, бых яко медь звенящий, и ликим вал звецай, и аще раздам вся имение моя, и аще придам тело мое воеже жище щие, любве жени имам, никая пользами есть, милосердствует, любы не завидит, любы не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своих си, не раздражается, не мыслит зла. Итак, желающий вступить на путь любви, пусть обеззаботит себя в отношении ко всем людям, хороши ли они или худы, тогда, наконец, одно вожделение ежек Богу останется в сердце его, а это вожделение родит ему свойственное естеству гнев, гнев же станет противостоять всему всеваемому от врага. Тогда закон Божий обретет в нем пастбище себе, и через страх обнаруживается любовь в нем. Тогда говорит такой человек с дерзновением, как апостол, а с неточию связан быть и хощу, но и умреть и готов есть за имя Господа Иисуса Христа. Блаженна душа, достигшая такой любви, ибо она бывает тогда бесстрастной. Вышли мы, братья из мира, знаем, в каком чине находимся, и что милосерд есть Господь Иисус, чтобы упокоить каждого из нас по делам Его, и малого по малости Его, как сказал много обителей у Отца Моего. Ибо хотя царствие одно, но каждый обретает в нем свое место и свое ему дело. Будем же подвязаться, братья, против лености, сбросим в себя сударь тьмы, то есть забвения, и узрим свет покаяния. Стяжем себе Марфу и Марию, кое суть злострадания и плач, который плачет пред спасителем, да воскресит Лазаря, то есть ум, обвязанный многими повязками своих пожеланий. Он же, хотя творит милость и возбуждает ум Его, но далее уже их дело есть развязать и оставить Его идти. Когда же освободится Лазарь, тогда появляется тщание Марии и Марфы. После всего вот что видится. Лазарь беспопечительно возлежится Иисусом, Марфа с усердием и радостью совершает свое услужение, а Мария, принесшая Алавастер мира, помазывает ноги Господа. Станем же, братья, подвязаться по силе нашей, и Бог посодействует нам по множеству милости своей. Если не сохранили мы сердец наших, как отцы наши, употребим усилия наши сохранить, хотя тела, как требует Бог, безгрешными, и веруем, что Он во время глада постигшего нас сотворит и с нами милость, как и со всеми святыми Его. Ибо хотя ина слава солнцу, и ина слава луне, и звезда от звезды разенствуют во славе, однако они на одной находятся тверди, и слава их, и честь их Его есть. Отныне и до века. Аминь. 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 Господь просвещение мое, и Спаситель мой, кого боюся, Господь защититель живота моего, от кого страшуся. Внегда приближайтесь на мя злобующим, ежеснести плоти мая, оскорбляющим мя и вразимо идти из немогоша и подоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него азуповаю. Едино просих от Господа то взыщу, ежесжитими в дому Господней, сядь ни живота моего, зреть ими красоту Господню и посещать и храм святы Его. Яко с Крымя в селении своим, в день зол моих, покрымя в тайне селения своего, на камень вознесе мя, и ныне се вознесе главу мою на враги моя, по быдох и пожрог в селении его жертву хваления и воскликновения. Пою и воспою, Господи, Ви, услыши, Господи, глаз мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи, сердце мое, Господа взыщу, взыскать и белице мое лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от мяне, и не уклонись огневом от раба Твоего. Помощник мой буди, не отрини мяне, и не остави мяне, Боже, Спасителю мой. Яко отец мой и мать моя, остави стомя, Господь же восприят мя, законоположи мя, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь дмени в души стужающих мя, яко воссташанами, а свидетеля неправедни, и солгани правда себе, верою ведите, благая Господня на земли живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепиться сердце Твое, и потерпи, Господа. Помилуй меня, Боже, повелицей милости Твоей, и помножеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипачево имя от беззакония моего, от греха моего, чести мя. Яко беззаконие мое, отзнай, грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдившися во славе всех Твоих, и победиши никогда судить идти, Себо в беззаконних зачат, есмь и во грех всех родимя, мать и моя, Себо истину возлюбил, есмь и безвестной тайной премудрости Твоей я явил миссии. Окропиши мя и сопом, и очищусь, омыши мя и пачи снега убелюся. Слуху моему дайся радость и веселье, возрадуется кость и смиренный я. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий, Дух правобный, и во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего, Святаго, не отреми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык моей правде Твоей. Господи, усними, отверзивши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко, аще бы восхотелось, и жертву дал бы хоба, всесожжение неблаговолиши. Жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим, Сиона, не досадь ждутся стены иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды возношения всесожигаемая, тогда возложат на алтарь Твоей тельцы. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица. Речет Господи, Везаступник мой си и прибежище моей, Бог мой, уповаю на него. Яко, то избавите от сети, ловче, от слависти мятежно. Плечма своим осенит Тя, и под крыльей Его надеяшися, оружием обыдет Тя истина Его. Не убоившися от страха ночного, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме приходящей, от срящей и беса полуденного. Падет от страны Твоей, отысяча и тьма лесную Тебе. К Тебе же не приближится, а бачи очима Твоим осмотриши, и воздаяния грешника возреши. Яко Ты, Господи, упование мое Вышнего, положилось и прибежище Твое. Не приедет к Тебе зло и рано не приближится те леси Твоему. Яко ангелам своим заповесть о Тебе. Сохраните Тя во всех путях Твоих. На руках возмуття да никогда приткнешься камень ногу Твою. На аспиды Василиска наступиши, попереши льва и змия. Яко намял пола и избавлю и покры, яко познай имя мое. Воззавет ко мне и услыши Его. С ним есть мскорби, с мой Гой прославлю Его. Долготой и дни исполню Его. И явлю Ему спасение мое. Возведок очи мои в горы, отнюдь уже приидет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего неба и землю. Не дождь во смятение ноги Твоей я. Ниже воздремлет, храняй Тя. Сенье воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь, сохраните, Господь покров Твой на руку десную Твою. В одни солнце не ожет Тебе, ниже луна ночью. Господь, сохраните от всякого зла. Сохрани душу Твою, Господь. Господь, сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне до века. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неиспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым ближним моим, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Исподоби нас, Владыка, с одержавением не осуждено, смейте призывать и тебе небесного Бога, Богца и Гвагоди. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода. Аминь. Субтитры подогнал Игорь Негода. 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 Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok